В минувшие выходные чиновники Чувашии собрались в Канажском районе, чтобы выяснить, какая из команд органов власти самая спортивная. На стадионе «Урожай» прошел летний этап спартакиады. Представители всех министерств попробовали себя в роли велосипедистов, легкоатлетов и футболистов. Главная идея соревнований – показать на личном примере, что занятие спортом – это путь к успеху. Рифат Фадкулин далее. Такими чувашских чиновников больше нигде не увидишь. Бегут все, невзирая своей должности, звания, регалии. Выкладываются, как настоящие спортсмены. Посоревноваться в скорости и выносливости вышли муниципальные и госслужащие со всей республики. Позвольте мне в первую очередь поприветствовать вас всех от имени главы Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева. Вот мы, когда ехал сюда, разговаривали с ним, и он сказал, Юрий Егорович, передайте всем слова благодарности и признательности за активное участие всех служащих в государственных, муниципальных, спортивных мероприятиях, которые личным примером показывают, что спорт – это не для галочки, спорт – это для жизни. В программу спартакиады вошли мини-футбол, баскетбол, перетягивание каната и дуатлон. По-другому – бег, совмещенный с велоспортом. Среди республиканских органов госвласти в мини-футболе первое место за представителями администрации главы Чувашии. В комбинированной эстафете победили работники Министерства юстиции. Это констатация факта, и от этого никуда не деться. Но есть еще и эмоции. Заряд бодрости, сила духа, хорошее прекрасное настроение. Очень долго ждали этого момента с нашими коллегами. Здоровый теле, здоровый дух. От этого зависит наше настроение, качество жизни. В детстве занимался велоспортом профессионально. Кандидат мастера спорта по велоспорту периодически. Каждое утро будем говорить, что катаюсь. Мой вид спорта мне нравится. Примеры своим подчиненным подал глава администрации Цивильского района. Задача номер один – реализация у нас проекта по спорту и физическому. Это достижение показателей до 55% в 2024 году количества занимающихся физической культурой и спортом. Я уверен, что в Цивильском районе мы с этой задачей справимся на сегодняшний день. У нас более 40% систематически занимаются физической культурой и спортом. Цивильский район – спортивный район. Самая напряженная борьба развернулась среди команд органов местного самоуправления. Выиграть матч в мини-футболе для Урмарского района было делом чести. Но игроки превзошли сами себя. Чебоксарцы сопротивлялись как могли, но мячи так и летели в ворота. Итог – золото у Урмарского района. Победители всходили на пьедестал один за другим. Наград было немало, но главный из них – день, проведенный в движении. Рифат Факулин, Павел Редков, Республика.